АПЛОДИСМЕНТЫ Миллионы людей начинают свой день с гороскопа. Открыть газету на нужной странице для многих стало настоящим ритуалом. Молодые люди, вступая в брак, всё чаще полагаются на совместимость знаков зодиака. Астрологии тысячи лет. Раньше звездочётам доверяли правители и философы, а теперь абсолютно все. От школьника до политика. Наука объяснить советы астрологов не в силах. В звёзды можно только верить или нет, но есть люди, в жизни которых произошли события, напрямую связанные с волей небесных свек. 20 октября 2006 года. Екатерина Кузьмина выбирает свадебный торт. Праздник будет только через месяц, и с угощениями можно было бы и подождать, но девушка только и думает, что о свадьбе, а приготовления доставляют ей ни с чем не сравнимую радость. Хочется, чтобы всё до мелочей было идеально. Катя абсолютно счастлива. Она ещё не знает, что праздника не будет. Катя и Саша тогда жили в Новосибирске. Они вместе снимали квартиру и называли себя не иначе, как мужем и женой. Он считал официальный брак формальностью, она главным событием своей жизни. Ну, в общем, выбрала торт по каталогу праздничный. Решила поехать к мамочке посоветоваться. То ли я выбрала, какого-то мадонне пригласить. Потом, вы знаете, у мамы толстая телефонная книжка. В общем, со всеми моими связями, с родными и близкими. А нужно же обзвонить, как бы никого не обидеть, пригласить. Катя засиделась у мамы допоздна. Она позвонила Саше и предупредила, что переночует у родителей. Девушка и не предполагала, что через несколько секунд сделает её жених. А он схватил сумку, наспех бросил туда всё самое необходимое, выгреб из тайника деньги, накопленные на свадьбу, и через час уже сидел в поезде на Москву. Возвращаться в родной город он не собирался. Надо сказать, что Саша не взял ни копейки, принадлежавшей Кате. Все деньги он заработал сам, так что с точки зрения закона он ничего не совершал. Парень просто сбежал от подруги. Когда на следующий день девушка приехала домой, она не сразу поняла, что произошло. Я приехала от мамы, как бы с подарком от сестры. Она мне подарила 10 тысяч рублей на свадьбу. И решила их доложить в коробку, где лежали общие деньги, которые мы копили на свадьбу. Вот, собственно, так и я обнаружила пропажу, потому что я открываю коробку, а там одни копейки, мелочь. Девушка в панике стала набирать Сашин номер. Но в трубке безучастно повторяли, аппарат абонента временно недоступен. Она принялась звонить в милицию, маме, друзьям. Бедняга и не предполагала, что грабитель ее собственный жених. Но именно за него Екатерина в тот момент волновалась больше всего. Не дай бог вам почувствовать то, что почувствовала я тогда. Я оборвала телефон, я звонила всем близким в поисках его. Я не знала, что думать. В милиции только пожали плечами. Квартира съемная, контракта нет, брак не зарегистрирован. О каком заявлении может идти речь? Потом кто-то из знакомых встретит Сашу в Москве. Расскажут, что в столице он женился на другой. Но это потом. А тогда у Кати просто не укладывалось в голове, как такое могло случиться. А главное, почему именно с ней. Преследует меня все время неудача на протяжении всей жизни. И это вот часть моей истории, моя жизнь. Екатерина считает себя хронической неудачницей. Все началось в раннем детстве. Ее мама мечтала, чтобы дочь стала фигуристкой. Поэтому во времена тотального дефицита она отправилась в Москву, отстояла дикую очередь в детском мире, достала для девочки коньки и отвела в секцию. Уже через неделю стало ясно, Екатерина рождена, чтобы кататься. Сверстники с трудом балансировали на коньках, а Кузьмина уже осваивала простые шаги. Впереди была блестящая карьера. Но история с большим спортом прервалась, не успев и начаться. Я когда вылезала из автобуса, я подскользнулась. И полетела вперед, нога у меня попала под автобус. А мужчина, который вышел раньше меня, решил мне помочь. Он рванул меня за руки на себя. И, в общем, результат у меня перелом в колене, в коленном суставе. Так что вся моя карьера фигуристки на этом закончилась. После этого было много неудач, но самое серьезное произошло на вступительном экзамене в институт. Екатерина решила стать юристом и отправилась поступать в Москву. Семь лет отучившись в спецшколе на «Отлично», она была уверена, что без труда пройдет конкурс. Но вышло иначе. А меня близкие все успокаивали. Да ты что переживаешь, там штук блатных берут. Идею штурмовать московские вузы Екатерина бросила и выбрала институт в родном городе. Но и тут вышла неприятность. Специально для экзаменов мама мне купила праздничный костюм, чтобы девочка ее выглядела хорошо. И вот я направляюсь на экзамен, и вдруг какая-то машина на перекрестке с его размахами, на полной скорости, у меня пролетает по луже. И вы представляете, я с ног до головы в грязи. К счастью, Екатерина попала на экзамен и прошла конкурс. Но это удача исключения исправил. За все пять лет девушка не пропустила ни одной лекции, не оставила ни одного хвоста. Вот только на защите диплома случилась неприятность. Отлично подготовленная студентка держалась уверенно. Но когда преподаватель задал провокационный вопрос, девушка начала спорить. Это была глупость с моей стороны. Вы знаете, на защите диплома я была как одержима, я не знаю. Обычные жизненные ситуации становятся для Кати настоящим испытанием. И это происходит чуть ли не каждый месяц. Я устроилась на работу, получила первую зарплату. Решила отметить это событие с подругами в кафе. Подруги отлично провели время. Но когда Екатерина попросила счет, оказалось, что кошелек со всеми деньгами исчез. Его попросту украли. Надо ли говорить, что девушка оказалась в дурацком положении? Когда я получила права, родители подарили мне автомобиль. На новенькой восьмерке Екатерина не проехала и сотни метров. Автомобиль угнали в тот же вечер. А за последний год я побывала в трех авариях. Ну, там как бы с интервалом в два месяца. Екатерина села в маршрутку. За рулем оказался лихой водитель. Девушку спасло чудо. Через месяц троллейбус, в котором она ехала на работу, загорелся. Короткое замыкание. Затем попала в аварию, когда с другом ехала в гости. Это было зимой, мы с другом ехали в автомобиле, но был сильный гололед. Он не справился с управлением, и результат машины в кувет. У него перелом двух ног, обеих ног. Я, правда, делалась синяками. Но первая мысль, что делать, кому звонить. Предательство любимого человека стало последней каплей. Девушка опустила руки и перестала бороться. Она давно говорила себе, родилась под несчастливой звездой. Александр Зараев, пожалуй, самый известный российский астролог. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, так оно и есть. Смотрите далее. Вердикт астролога. Какие еще потрясения ждут Катю в будущем? Мистика в жизни Ирины Мирошниченко. 29 февраля, и там какие-то четыре креста. И чем живет астральный близнец российской дивы Аллы Пугачевой? Астролог Александр Зараев составляет натальную карту Екатерины. Это индивидуальный гороскоп, в котором учитывается не только дата и место, но и время рождения. По этой карте можно точно предсказать судьбу человека и узнать даты, отведенные звездами для самых страшных потрясений. Екатерина Кузьмина родилась в Новосибирске 28 ноября 1974 года в 11 часов 25 минут. Дело в том, что она родилась как раз под влиянием пораженной планеты Сатурн. По ассаденту она Козерог, по Солнцу Стрелец. А Сатурн это планета, которая указывает на время. То есть у нее проблема заложена с детства, она не может распределить себя во времени. То есть она в этом смысле не вписывается просто в окружение и во время. У нее блокировано чувство ритма, чувство времени самого. Проще говоря, гороскоп Кати такой неудобный, что превратился для нее в сплошное мучение. Самые удачные периоды приходятся на так называемый мертвый сезон. Зимние каникулы и лето, а неудачные на межсезонье. Именно в межсезонье человек обычно решает свои дела, ищет работу, сдает экзамены, заводит отношения, встречается с друзьями. Не мудрено, что большинство из этих дел для Кати заканчиваются неудачей. Но многих несчастий можно было бы избежать, если вовремя составить гороскоп и следовать ему. Например, звезды говорят, фигурное катание девушке противопоказано. За счет вида спорта здесь у нее тоже проблема, потому что она постоянно падает, у нее не очень устойчивая, не очень хорошая структура позвоночника и не очень... Вот ей вот хорошо подошло бы плавание. Если бы она раньше обратилась к астрологу, он посоветовал бы ей любым способом перенести сдачу диплома в институте. Но конец мая, солнце как раз находится в оппозиции к этому знаку, это период, который проверяют ее на прочность. С точки зрения звезд, Екатерина все в жизни делала неверно, начиная с выбора вида спорта, заканчивая спутником жизни. Саша, обладатель решительного характера, был ей не парой. Стоило просто составить гороскоп, чтобы сразу понять, так или иначе, но молодые люди обязательно расстанутся. Дело в том, что у нее есть проблема, связанная с тем, что ее партнер должен быть слабее ее. Да и день свадьбы был выбран неверно. Торжество назначили на конец ноября, а идеальное время для Кати – лето. Вероятно, надо было подождать еще и проверить свои отношения. Тогда многое стало бы ясно. День свадьбы у нее идеальный примерно с 26 по 29 июня. Если бы они взяли этот день свадьбы, у нее все было бы нормально. Кате надо было перенести вступительный экзамен, свадьбу, выйти замуж за размазню, взять отпуск в октябре, чтобы в тот злосчастный день не ехать на работу и не попасть в горящий троллейбус. У нее гороскоп запрограммирован на дестабилизацию, на разрушение. Но астролог уверен, как бы ни сошлись звезды, все еще можно исправить. У Кати есть два выхода. Первый – смириться с неудачами, второй – обмануть свою судьбу и изменить гороскоп. А с ним и всю астральную программу, заложенную с рождения. Только один день в году ее можно скорректировать. Для этого ей нужно будет либо поехать на запад на пару часовых поясов, либо на восток. Тоже сдвиг где-то на пару часовых поясов. На период от одной до двух недель. Период с 26 ноября по примерно начало декабря. То есть буквально на несколько дней, ну, на неделю максимум. То есть день рождения встретить в другом месте. И тогда у нее программа негативная, заложенная в гороскопе, она не сработает так жестко, как могла бы сработать в Москве. Екатерина выбрала второй вариант. Она заняла денег у брата, взяла отпуск в неподходящее время и на две недели отправилась в Париж. Как сложится ее жизнь дальше, покажет время. А пока она надеется закончить эту страшную цепь неудач. В этот долгожданный вечер ты возьмешь меня за плечи, когда... Актриса Ирина Мирошниченко уверена, успехом на сцене и в жизни она обязана не только своему таланту, но и расположению звезд. Ирина всегда интересовалась непознанным. И когда у актрисы появилась возможность встретиться с астрологом Павлом Глобой, она буквально ухватилась за этот шанс. Всю неделю Ирина думала, о чем спросит известного звездочета. Ехать ли куда-то на гастроли, начинать какое-то дело, которое, может быть, потом провалится. Или, скажем, ну, как правило, это все связано с какими-то поездками, с какими-то очень глобальными какими-то вещами, от которых зависит твоя судьба. В день встречи артистка разволновалась. А вдруг предсказания будут неприятными? Но астролог не сказал ничего страшного. Он составил для нее календарь и просто указал неблагоприятные даты, сказав, что в эти дни надо быть на чеку. Таких чисел было немного. На следующий день Ирину закрутили дела. Она положила листок с гороскопом в ящик письменного стола и забыла о нем. 29 февраля 2004 года вся Россия переживала за кинозвезду. Газеты смаковали детали новой сенсации. Ирина Миршинченко попала в автокатастрофу. Короче, разбиваюсь я на машине, когда мы ехали на съемку, 29 февраля. Високосный год, естественно, 29 февраля. После этого масса проблем, болезни, очень трудные ситуации. В общем, вы все знаете, каждый проходил, наверное, какую-то свою беду. К счастью, Ирина справилась. Она снова стала сниматься и гастролировать. Однажды на съемках она почему-то вспомнила о гороскопе. Возвращаюсь домой и начинаю разбирать ящик. Что вы думаете? Я открываю вот эту бумажку, нахожу ее, где написано, что 29 февраля и там какие-то четыре креста. Самый трудный, опасный день за весь год. Я его не прочитала до поездки на съемку. Ирина посчитала все это совпадением. Но то, что произошло через год, окончательно убедило ее, звезды никогда не врут. Тогда актриса должна была ехать с концертом в другой город. Ее маме было 88 лет, но, несмотря на возраст, женщина чувствовала себя нормально. И Ирина за нее не волновалась. Актриса уже подъезжала к аэропорту, когда решила позвонить маме. Я ей звоню. И мамочка должна уезжать. Она говорит, ой... Ну, она всегда говорила, ой, зачем, не надо, лучше останется. Ну, это как бы всегда, но мне надо было ехать. Надо работать, меня люди ждали, надо зарабатывать деньги, это нормально. Я говорю, а что? Да нет, 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 ничего. Звоню еще раз. Потом вдруг она мне говорит, что-то у меня голова кружится. Трудно описать состояние, в котором тогда была Ирина. Страшная дилемма. Не ехать на гастроли означало подвести продюсеров и тысячи зрителей. Но остаться равнодушной к тревожным словам матери она тоже не могла. Чуть ли не в панике актриса позвонила астрологу. Павел, помоги, я не знаю, что делать. Я лечу на гастроли, мама, то ли она хандрит, то ли она не хочет, чтобы я ехала, то ли действительно ей нехорошо. Как ты думаешь, что? Он говорит, ни в коем случае, никуда. Ей действительно может быть просто беда. Ирина Петровна, немедленно назад, немедленно. Я, знаете, как... у меня как холодной водой. Слова астролога оказались веским аргументом. Ирина тут же развернула такси и еще раз позвонила матери. Когда она услышала голос на том конце провода, то сразу поняла, нельзя терять ни секунды. И вдруг я уже слышу, она еле говорит. И говорит, я хочу спать, я хочу спать. Все, я уже понимаю, что что-то не то. Я параллельно по мобильному вызываю скорую. Скорая едет к ней. Я еду к ней. И когда, поскольку пробки, и я еду, естественно, дольше, чем скорая. Звоню туда по скорой, на скорую. И они мне говорят, вы знаете, беда, коллапс, 70 на 40 давление. Она напилась каких-то таблеток. Каких таблеток? У меня никаких там таблеток нет, ничего нету. Нет, не знаю, что-то здесь от высокого давления. И тут мне не хватает шести таблеток. Короче, мчимся, везем с Клифосовского института. Час пик. Скорая ехала по пробкам. С каждой секундой надежды на спасение было все меньше. Когда маму Ирины, наконец, привезли в больницу, врач только покачал головой. Сделаем, что сможем, но мы не боги. Вот тут они не знали, с кем связались. У меня в этот момент, когда нужно что-то, самое главное, спасать близкого, у меня характер абсолютно такой львиный, поскольку я лев по гороскопу. Я как на них. Не знаю, что хотите, я буду тут рядом. Значит, что хотите, вы должны ее спасти. Как, что хотите, вот, вы должны. Начинаю, конечно, первое, что, как делают все безумные, совать денег, денег не берут, надо дать должное вообще. Даже слышать не хотят. Всю ночь, пока врачи боролись за жизнь ее матери, сама Ирина сидела в такси во дворе больницы. Она так нервничала, что каждые 15 минут бегала наверх узнать, нет ли хоть каких-то новостей. Но это история со счастливым концом. Короче, в 5 утра моя ласточка выходит, как огурчик от них, вся чистенькая, светленькая, живая. Кому сказать спасибо? Конечно, наверное, прежде всего, врачам, которые спасли. И, конечно же, астрологу, который очень точно, очень вовремя, очень напористо и, я бы сказала, достаточно доходчиво мне объяснил, что мне нужно делать. После этого случая Ирина стала больше доверять интуиции. Когда через два месяца ей надо было ехать на гастроли в Брест, она отказалась садиться в самолет. Вот я со звукорежиссером, такси, представьте, довезло уже нас до аэропорта. Сказали, посадка. Тащим все, значит, груз, там, костюмы, аппаратура. Все-все-все-все-все-все. Выходим на поле. И вдруг я вижу самолетик, ну вот как этот павильон. Вот отсюда и до сюда. Крохотулька абсолютная. И вдруг у меня панический страх. Вот, ну, это, конечно, я понимаю, что кто-нибудь сейчас слушает, говорит, ну, безобразие. Ну, а у меня панический страх. Сколько лететь? Три-четыре числа. Я как представила вот это все? Ну, более того, огромное количество людей. И все равно. Вот не могу. У меня как стопор. Я, знаете, как лошадь, вот, которая перед каким-то препятствием все прыгают. А она встала дыбом. И вот никак. Вот так и я. Вот все против меня просто. Я говорю, я не хочу, я не могу. Я не полезу ни за что. И я, тогда со мной работал Костя, звукорежиссер. Говорю, Костенька, я тебя умоляю. Я боюсь, я не хочу. Он говорит, ну, Ирина Петровна, ну, если так боитесь, не полетит. Ирина никогда не боялась летать. Поэтому до сих пор не может объяснить, почему в тот день почувствовала страх. До концерта оставалось еще два дня. И актриса решила, времени достаточно, чтобы добраться до Бреста на поезде. Мирошниченко поехала на вокзал. Мы разворачиваемся. Вся группа села. Самолет полетел. И мы вдвоем. Значит, поэтому домодедову с огромными этими чемоданами. А обратно садимся. Конечно, самолет долетел. Ничего не случилось. Он не разбился. И слава богу, все мои коллеги, артисты, которые полетели живы. Но вот такой какой-то внутренний страх меня просто вот обуял. Позднее астролог скажет Ирине, она поступила правильно. По гороскопу этот день был для нее одним из самых неблагоприятных. И кто знает, что могло случиться, если бы актриса все-таки села в самолет. Она каким-то невероятным образом почувствовала это. Мария Смирнова из Анапы может с полной уверенностью сказать, со мной этого никогда не случится. Не упадет кирпич, не рухнет самолет, не нападут в темном переулке. За последние семь лет Мария трижды была на волосок от гибели. И все три раза ее спасал счастливый случай. 8 августа 2000 года она должна была идти по переходу на Пушкинской. Но буквально за минуту до взрыва у нее зазвонил телефон. И женщина остановилась у спуска под землю. Так сложились обстоятельства, что я в тот момент не попала. Хотя у меня была цель именно посетить этот переход в тот именно деле, в тот именно чат. Спустя два года произошел еще один странный случай. Мария купила билеты на Норд-Ост. Она должна была оказаться в зрительном зале именно в тот злосчастный день. Приобрела билет. И опять же произошел такой казус. В результате чего я просто не смогла. Утром я уже себя чувствовала неважно. На вечер мне совсем было плохо. И опять же вот так получилось, что я не попала в них спектакль. Следующим летом Мария с дочерью отдыхала в Анапе у мамы. Она специально взяла отпуск, чтобы побыть с родителями. В этот день, когда все это произошло, мы были на пляже. Солнечно хорошая погода была. И вот летела тучка. Ветел задол такой не очень приятный. И вдруг сверкнула молния. Молния попала Марии в ногу. Ее дочь с ужасом смотрела, как огненный ствол прошел через тело матери. Я почувствовала удар, как будто дубинка у меня стукнула, позатукнула. Состояние было мое очень неприятное. Боль в ушах звенит, голову так вот разбирает. Когда женщину привезли в больницу, врачи только пожали плечами. Мощный электрический разряд прошел через все тело и должен был стать смертельным. Но Мария отделалась просто ожогом. Кроме как чудом, это назвать нельзя. Все прояснил гороскоп Смирновой. Оказалось, что в момент ее рождения Скорпион находился в таком расположении, что оберегал ее от всех бед. В Индии астрология часть национальной культуры. А звездочет самый уважаемый человек в округе. Прежде чем сыграть свадьбу, родители жениха и невесты отправляются к астрологу, чтобы тот проверил совместимость гороскопов молодых. И если все в порядке, назначил точное время свадьбы. Церемония начнется именно тогда, когда скажет оракул. Это может быть самое невероятное время. Очень точно высчитывается, что свадьба должна начаться, например, в 3 часа 17 минут утра. Она так и начинается. Более того, никто не удивляется, не возмущается. Уж не только сами жених и невеста, а люди, все гости-то тоже так приходят. И дети, и старики, которые для этого, между прочим, не спят там и так далее. А все нормально, и все свежие, и бодрые. И чувство того, что жизнь идет очень правильно. Потому что правильно сейчас начнется обряд, а следовательно жизнь молодых будет самой прекрасной. Очень вот это важно. Смотрите далее. Школа Гарри Поттера в Волгограде. Невероятный эксперимент директора. Родители откликнулись на это без каких-то проблем. Астролог предсказал гибель Игоря Талькова за год до трагедии. Директор Волгоградской средней школы номер 7 Сергей Цыганков по второй профессии астролог-консультант. В его кабинете телескоп. На столе астрологические карты и научные выкладки. Результат собственных исследований. Семь лет назад он, только получив диплом в этой области, решился на невероятный эксперимент. Подобно индийским оракулам, он составил гороскоп для всех учеников первого А-класса и вычислил наиболее благоприятное время для начала занятий. Вопреки всем традициям, этим днем стало не первое, а третье сентября. Родители откликнулись на это без каких-то проблем, даже с большим интересом. Они очень тщательно готовились к этому событию. Третьего сентября проходило открытие вот этого конкретно первого класса. Все остальные классы, естественно, начали заниматься по общему. Графику было огромное количество камер, фотоаппаратов. Все это было очень празднично, торжественно и интересно. И в течение 10 лет мы наблюдали, собственно, что будет происходить. Лена Ганзина – одна из тех, кто тогда оказался среди первоклашек. Она сразу поняла, почему пошла в школу не так, как все. Как мне объяснили мои родители, что Сергей Николаевич, как известно, занимается звездами, то по расположению звезды для нашего класса это был наиболее лучший вариант. Теперь все свободное время директор школы проводил за исследованиями. Цель – понять, действительно ли успеваемость этих ребят будет лучше, чем у остальных. Результаты были невероятными. Школьники делали большие успехи. За все время не было ни одного конфликта. Через несколько лет у него на руках уже были неоспоримые доказательства. Влияние небесных светил на людей – непразная выдумка. Это за 4 года данные обработаны и сопоставлены с фазами новолуния и полнолуния. А вот это динамика детского травматизма. Это данные по центральному району, по всем школам за 4 года. И здесь мы тоже видим два пика. Теперь при помощи таких графиков Сергей Цыганков планирует работу школы. Во время новолуния и полнолуния не проводят никаких массовых мероприятий. Мало ли что может случиться. Отменяют контрольные. Скорее всего, ребята все равно ничего не напишут. В астрологический талант простого директора средней школы можно верить или нет, но чаще всего его предсказания сбываются с удивительной точностью. Ну, скажем, вот там одна из ситуаций, такая чисто бытовая, да. Как-то я подхожу к нашему завхозу и говорю, завтра у нас вот такой интересный транзит, да, могут потечь трубы, батареи. Будьте внимательны, еще раз посмотрите на это дело. Ну, он удивился, говорит, что вроде у нас все новое, все недавно отремонтировано и нечему здесь особо выходить из строя. Ну, в назначенный день оно начало вдруг неожиданно течь. В одном месте, во втором месте, в третьем месте. Вот это вызвало его большое удивление, и он до сей поры вспоминает. Я помню, пришла поступать в университет, подавала документы. Члены приемной комиссии схватили мой аттестат, потому что в аттестате у меня написано «Астрономия с основами астрологии». Отлично. Члены приемной комиссии схватили мой аттестат, побежали по этажам, показывают, что в школе сейчас преподают астрологию. Это было достаточно необычно. Все относились к этому скептически. Ну, единственное, что я могу сказать плохого, ничего не случилось. В городском комитете по образованию такая инициатива директора школы никого не испугала. Никаких запретов на Луну, Солнце, Марс и Меркурий нигде не прописано. Пока предмет остается факультативом, чиновники спокойны. А делать его обязательным Сергей Николаевич и не собирается. Почти 16 лет назад не стало Игоря Талькова. Его гибель потрясла всех. Талантливого певца, кумира молодежи жестоко расстреляли за несколько минут до выхода на сцену. Злодей разрядил в него револьвер за кулисами концертного зала «Юбилейный» в Ленинграде. На место происшествия выехали лучшие следователи и оперативники. Они буквально перетрясли всех, кто находился в зале и за кулисами. Прочесали весь город, но тщетно. Это странное убийство было загадкой. Кто и почему так и осталось неизвестно. Следствие постепенно превращалось в так называемый «висяк». Только через несколько лет всплывет еще одна, пожалуй, самая странная деталь. За год до трагедии певцу предсказали гибель с точностью до дня. Игорь Тальков всегда был скептиком. Тем не менее, когда он случайно оказался за одним столом с Павлом Глобой, то сам попросил астролога составить гороскоп. В этот момент к столу подошел Александр Панкратов-Черный. Павел посмотрел на даты их рождения и назвал один из самых неудачных дней для них обоих. 6 октября. Потом Глобу будут обвинять в том, что он проклял певца. Но это, конечно же, неправда. Талькову, несмотря на то, что я его видел один раз, я не только его никак не проклял, я даже ему и гибель этого такой не предсказывал. Я ему просто предупредил, что он был крайне осторожен до конца 91-го года, ибо его могут убить. Я сделал такую, знаете, достаточно осторожную формулировку. Это не было проклятие. Но он был неосторожен, его убили. Когда Глобу услышал по радио сообщение о гибели Талькова, астролог тут же вспомнил о том разговоре за столом и позвонил Панкратову-Черному. Каково же было его удивление, когда на том конце провода сказали, артист попал в автокатастрофу. К счастью, Александр выжил. Во все времена звездочеты были в ближайшем окружении сильных мира сего. Им доверяли государственные тайны, их уважали, превозносили, но если уничтожали, то с особой жестокостью. Личные астрологи выбирали самое лучшее время для коронации, военных действий, дипломатических переговоров. Астрологическая эстафета среди государственных лидеров не прекращалась никогда. В Третьем Рейхе Гитлер создал секретный отдел астрологов. Его возглавил некто Карл Крафт. Этот таинственный человек знал о фюрере даже больше, чем он сам. Дело в том, что Карл Крафт еще в 30-х годах, он делал гороскоп Гитлера и предсказал ему по покушению, послал письмо за две недели до покушения. Самым сложным для Крафта стал прогноз на Вторую мировую войну. Когда работа с гороскопами была завершена, у него остался только один вопрос – как рассказать о ее результатах? Ведь для астрологов все уже было ясно, как день. Война будет проиграна в любом случае. Так говорили звезды. Тем не менее, Крафт нашел в себе силы сообщить Гитлеру и о предстоящем поражении, и о победе советских войск на Курской дуге. Диктатор был взбешен, звездочет тут же оказался в концлагере и был расстрелян. По другую сторону баррикад, астрологию было принято считать мракобесием. Но есть мнение, что Иосиф Сталин скрывал дату своего рождения и делал это для того, чтобы никто не мог составить его точный гороскоп. А он родился не 21-го, 12-го, он родился 12-го декабря 1978-го года, он себе год сбросил. Дело в том, что это как бы тоже один из таких вот умных или хитрых ходов, когда политики скрывают дату своего рождения, потому что по дате рождения можно понять и зачем человек пришел, как он будет себя вести, как проявляться. Взаимоотношения властей с астрологами всегда были покрыты мраком. Только во времена Ельцина завеса тайны немного приоткрылась. Генерал-майор Георгий Рогозин работал в Кремле 4 года. Об этом человеке до сих пор ходят легенды. Его считают президентским астрологом. Но сам Рогозин говорит, что никогда не занимался гороскопами. Он заглядывал в будущее еще более необычными способами. Например, вводя человека в состояние глубокого транса, он переносил его сознание на 10 лет вперед. В лаборатории ему удалось добиться невероятных результатов. У нас был юноша, которому было тогда лет 22. Мы его вводили в контакт где-то вперед на 12 лет. Ему было 34-35 год шел. Он уже носил не погоны, а работал механиком. Механиком работал на грузовом судне. Здесь он еще был молод. У него еще, как говорится, жилье-то было в общежитии. А там он уже имел собственную квартиру, трехкомнатную, имел двоих детей. К любым прогнозам можно относиться скептически. Но факт остается фактом. Они часто сбываются. Личный астролог Раджива Ганди предсказал ему гибель с точностью до дня. Звездочет умолял его отложить все дела в тот роковой день. Но Раджив не внял его словам и был убит террористкой-смертницей. Когда итальянский астролог предсказал кончину Иоанна Павла II, коллеги по цеху вынесли оракулу общественное борецание. Сообщать о скорой смерти тем более публично считается нарушением всякой этики. Но предсказание сбылось. В Англии специалист по звездам Дэвид Медоуз предвидел гибель принцессы Дианы в Париже. Сейчас принято говорить. То, что находится за рамками нашего сознания, отрицать нельзя. Надо принимать к сведению. Глава МЧС Сергей Шойгу не раз заявлял. Составляя прогнозы чрезвычайных происшествий, он использует информацию астрологов. Эти сводки поступают из специальной лаборатории в Санкт-Петербурге. Недавно со звездами стали считаться сотрудники белорусского ГАИ. Вот штатный астролог госавтоинспекции. Это планета Меркурий, которая говорит о контактах, о перемещениях и передвижениях. Ну и другие воздушные планеты, которые тоже относятся к самым подвижной стихии. Ну и есть две планеты, которые издревле называют планетами малого и большого несчастья. Это Марс и Сатурн. Теперь неудачным расположением звезд автолюбители и пешеходов пугают каждый день. О тайных знаках говорят почти как о пробках. Люди верят, а инспекторы настроены скептически, лишь бы аварий на дорогах стало меньше. Определенная категория населения – это люди, которые достаточно суеверны. И вообще народ всегда относился к звездам с трепетом и уважением. Если кто-то найдет в гороскопе для себя какие-то полезные рекомендации, обратит на это внимание и будет соответственно вести себя безопасно на дороге, для нас уже будет эта победа. Культурный центр вооруженных сил недавно представил общественности астрологическую карту Москвы. Согласно этой схеме, на каждый район столицы воздействует определенный знак зодиака. И от этого зависит, какие события могут происходить в том или ином месте. Совпадений уже слишком много. Например, в районе баррикадной действует знак скорпиона. А это символ войн, беспорядков, революций. О том, что происходило в этом районе, знает даже школьник. Например, по Велецкой ветке, там очень много, она соответствует знаку рака. Там очень много лечебных детских учреждений, это рак. В районе авиамоторной властвует Овен, символ энергии и развития. Там расположен энергетический институт. Когда Александр Зараев только переехал из Зеленограда в Москву, он поселился именно в этом районе. Вот когда у меня были первые этапы такого активного, динамического, так сказать, проявления, я только попал в Москву и попал в Перловский район. Это знак Овен. И поскольку я сам знакомен, у меня там очень динамичная и бурная жизнь была. Кольцевая линия метро тоже состоит из 12 станций, а 13-я площадь Суворова превратилась в долгострой. Теперь понятно почему. Ей просто не хватило небесного покровителя. Смотрите далее. Невероятное совпадение. В Москве живет астральный двойник Аллы Пугачевой. Их гороскопы совпадают полностью. Я еду в Новосибирск к родственникам. Она там. И громкое дело о небесном теле. Смотрите сразу после рекламы. Алла Кравченко обычная домохозяйка. Таких миллионы. Но женщина уверена, она не такая, как все. Кравченко астральный близнец Аллы Пугачевой. Их гороскопы совпадают полностью. Королева российской эстрады родилась в Москве 15 апреля 49-го года. В тот же день появилась на свет и Алла. Пугачева была официально замужем 4 раза. Именно столько раз сочеталась браком и Кравченко. И каждый раз муж был гораздо младше ее самой. Причем первый раз я вышла замуж за молодого человека из Прибалтики. Его звали Эрик. Он эстонец. Алла в том же году, в 1969-м, зарегистрировала брак с Арбакайсом. И дочку я родила тоже вместе с Аллой в один год. Я родила 23 мая 1971 года, а 25-го у Аллы родилась Кристина. Параллель между своей жизнью и биографией российской дивы Алла провела не сразу. В белых снегах зимы После выхода фильма «Женщина, которая поет», Пугачева стала по-настоящему знаменитой. А ее дни рождения объявили по радио и в прессе. Для друзей такое совпадение было поводом для добрых шуток. Они поднимали тост за двух Алл и прибавляли «Но наше лучше». Ну, шутки шутками, а как бы это сказать-то, я постоянно с ней пересекаюсь. Еду в Новосибирск к родственникам. Она там, ее афиши висят, она выступает. Еду в Ялту отдыхать. И она там. Невероятно, но внук Аллы Кравченко тоже появился на свет в 91-м, как и внук Пугачева и Никита. Домохозяйка говорит, она чувствует связь с певицей. Когда звезда лежала в больнице с осложнением после операции, Кравченко сломала руку и тоже страдала. Успехи в жизни Кравченко были примерно в то же время, когда судьба улыбалась и Пугачевой. Например, в 92-м году звезда создала парфюм и назвала его Алла. В тот же год домохозяйка увлеклась цветами и создала букет, с которым победила на районном конкурсе флористов. В 1997 году Алла заняла 15-е место на Евровидении. У меня был конкурс по оформлению букетов. Я заняла 13-е место. Алла уже давно пытается выйти на связь со своей астральной сестрой, но пока безрезультатно. В день она отправляет ей по два письма на все праздники-открытки, которые делает сама. Надеется, что в мешке с ежедневной корреспонденцией Пугачева заметит и ее конверт. У артистки никогда не было сестры. Кравченко уверена, певице было бы очень приятно обрести ее спустя столько лет. Сегодня никто не будет отрицать влияние Луны. Про приливы и отливы знает каждый. О роли Солнца тоже вряд ли можно поспорить. Влияние более отдаленных небесных тел еще не доказано, но можно предположить, что и оно существует. Астролог Марина Байрос уверена, во Вселенной своя функция есть у всех, даже незначительных на первый взгляд небесных тел. Когда Марина услышала о том, что НАСА собирается взорвать комету Темпель-1, она буквально схватилась за голову. Все взаимосвязано. Все мы, звенья одной цепочки развития в мироздании, в этой системе мироздания. И выбив любое звено, которое, казалось бы, самое незначительное, ну как часовой механизм. Вот возьмите самый маленький, казалось бы, ненужный винтик. Часы перестанут работать. Целью эксперимента НАСА было исследование ядра кометы. По мнению ученых, это небесное тело сформировалось как раз около 4,5 миллиардов лет назад. Тогда зарождалась и наша Солнечная система. Изучив строение ядра, специалисты смогут получить информацию о формировании нашей планеты. Ну, понимаете, такое вароское изучение космических тел. Ну, представьте, если бы инопланетяне изучали нашу Землю так же. Ну, взорвали, посмотрели, сфотографировали. Пока вся планета следила за уникальным экспериментом в космосе, Марина жила в судах. Она требовала возместить ей моральный ущерб, который сама оценила в 333 миллиона долларов. Это эквивалент той суммы, которую они потратили на этот проект. Исход дела никого не удивил. Представителей НАСА на процессе не было. Районный суд отказал Марине в иске, а Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу. Она молчала, когда после слушания ее окружили журналисты. А на самом деле я уже не могла говорить на один и тот же вопрос. И особенно в тот день, когда я узнала, что комету все-таки разбомбили, она погибла. Ну, для меня это как живое существо, что она умерла, для меня это как... Уже я свыклась с ней. И мне постоянно задают один и тот же вопрос. И все равно, даже когда кошечка у кого-то умирает, я все время говорю, а расскажи, как она умирала, расскажи, что ты при этом чувствовала. Специалисты НАСА, вероятно, никогда даже не узнают о том, что некая Марина Байрос из Москвы подала на них исковое заявление. Для огромной организации неизвестный астролог из далекой России как песчинка в бескрайней Вселенной. Большинство людей знает, когда вступает в силу тот или иной знак зодиака. И при знакомстве автоматически спрашивают про гороскоп. Но теперь всем придется выучить новый зодиак. Год 2008 с точки зрения звезд уникальный. Именно в этом году 13-е созвездие, загадочный змееносец, становится полноправным участником зодиакального круга. С момента основания науки о звездах прошло уже более 4 тысяч лет. Все это время созвездия понемногу смещались, постепенно впуская в систему змееносца. Согласно недавним наблюдениям, теперь светило пересекает не 12, а 13 созвездий. Кроме того, изменилось и время прохождения Солнца по кругу. Время Скорпиона теперь всего 6 дней, а Девы целых 45. Такой круг продержится во Вселенной около полутора столетий. А потом из цикла выйдет Скорпион. В гороскопы можно верить или нет, но в одном мнение и астролога, и полного скептика совпадают. Есть моменты, когда человек встает перед выбором между добром и злом. И от этого шага зависит вся его дальнейшая судьба. То есть звезды дают характер, дают способности, формируют окружение, дают возможности реализовать себя. Но при этом они не заставляют тебя делать то или другое. Они дают тебе некую свободу действий. Звезды предполагают, а человек располагает. Иными словами, нет абсолютно счастливых или несчастных гороскопов, как нет проклятых и благодатных мест. Как распорядиться своей жизнью и данными природой талантами и возможностями в конечном счете зависит только от самого человека, хозяина своей судьбы. Огромное количество людей. И все равно. Вот не могу. У меня как стопор. Я, знаете, как лошадь, которая перед каким-то препятствием все прыгают, а она встала дыбом. И вот никак. Вот так и я. Вот все против меня просто. Я говорю, я не хочу, я не могу, я не полезу ни за что. И тогда со мной работал Костя, звукорежиссер. Я говорю, Костенька, я тебя умоляю, я боюсь, я не хочу. Он говорит, ну Ирина Петровна, если так боитесь, не полетит. Ирина никогда не боялась летать, поэтому до сих пор не может объяснить, почему в тот день почувствовала страх. До концерта оставалось еще два дня, и актриса решила, времени достаточно, чтобы добраться до Бреста на поезде. Мирошниченко поехала на вокзал. Мы разворачиваемся, вся группа села, самолет полетел, и мы вдвоем. Значит, поэтому Домодедову с огромными этими чемоданами обратно садимся. Конечно, самолет долетел, ничего не случилось, он не разбился, и слава богу, все мои коллеги, артисты, которые полетели живы. Но вот такой какой-то внутренний страх меня просто обуял. Позднее астролог скажет Ирине, она поступила правильно. По гороскопу этот день был для нее одним из самых неблагоприятных. И кто знает, что могло случиться, если бы актриса все-таки села в самолет. Она каким-то невероятным образом почувствовала это. Мария Смирнова из Анапы может с полной уверенностью сказать, со мной этого никогда не случится. Не упадет кирпич, не рухнет самолет, не нападут в темном переулке. За последние семь лет Мария трижды была на волосок от гибели, и все три раза ее спасал счастливый случай. 8 августа 2000 года она должна была идти по переходу на Пушкинской. Но буквально за минуту до взрыва у нее зазвонил телефон, и женщина остановилась у спуска под землю. Так сложились обстоятельства, что я в тот момент не попала, хотя у меня была цель именно посетить этот переход в тот именно день и в тот именно чат. Спустя два года произошел еще один странный случай. Мария купила билеты на Норд-Ост. Она должна была оказаться в зрительном зале именно в тот злосчастный день. Приобрела билеты, и опять же произошел такой казус, летать и чего я просто не смогла. Утром я уже себя чувствовала неважно. Но от вечера мне совсем было плохо. И опять же вот так получилось, что я не попала мне спектакль. Следующим летом Мария с дочерью отдыхала в Анапе у мамы. Она специально взяла отпуск, чтобы побыть с родителями. В этот день, когда все это произошло, мы были на пляже. Солнечно хорошая погода была. И вот летела тучка, ветер задул такой не очень приятный. И вдруг сверкнул. Делал гороскоп Гитлера и предсказал ему по покушению. Послал письмо за две недели до покушения. Самым сложным для Крафта стал прогноз на Вторую мировую войну. Когда работа с гороскопами была завершена, у него остался только один вопрос. Как рассказать о ее результатах? Ведь для астрологов все уже было ясно, как день. Война будет проиграна в любом случае. Так говорили звезды. Тем не менее, Крафт нашел в себе силы сообщить Гитлеру и о предстоящем поражении, и о победе советских войск на Курской дуге. Диктатор был взбешен. Звездочет тут же оказался в концлагере и был расстрелян. По другую сторону баррикад, астрологию было принято считать мракобесием. Но есть мнение, что Иосиф Сталин скрывал дату своего рождения. И делал это для того, чтобы никто не мог составить его точный гороскоп. А он родился не 21-го, 12-го, он родился 12-го декабря 78-го года, он себе год сбросил. Дело в том, что это как бы тоже один из таких вот умных или хитрых ходов, когда политики скрывают дату своего рождения, потому что по дате рождения можно понять, и зачем человек пришел, как он будет себя вести, как проявляться. Взаимоотношения властей с астрологами всегда были покрыты мраком. Только во времена Ельцина завеса тайны немного приоткрылась. Генерал-майор Георгий Рогозин работал в Кремле 4 года. Об этом человеке до сих пор ходят легенды. Его считают президентским астрологом. Но сам Рогозин говорит, что никогда не занимался гороскопами. Он заглядывал в будущее еще более необычными способами. Например, вводя человека в состояние глубокого транса, он переносил его сознание на 10 лет вперед. В лаборатории ему удалось добиться невероятных результатов. У нас был юноша, которому было тогда лет 22. Мы его вводили в контакт где-то вперед на 12 лет. Ему было 34-35 год шел. И он уже носил не погоны, а работал механиком. Механиком работал на грузовом судне. Здесь он еще был молод. У него еще, как говорится, жилье-то было в общежитии. А там он уже имел собственную квартиру, трехкомнатную, имел двоих детей. К любым прогнозам можно относиться скептически. Но факт остается фактом. Они часто сбываются. Личный астролог Раджива Ганди предсказал ему гибель с точностью до дня. Звездочет умолял его отложить все дела в тот роковой день. Но Раджив не внял его словам и был убит террористкой-смертницей. Когда итальянский астролог предсказал кончину Иоанна... ...имень удачи на протяжении всей жизни. И это вот часть моей истории, моя жизнь. Екатерина считает себя хронической неудачницей. Все началось в раннем детстве. Ее мама мечтала, чтобы дочь стала фигуристкой. Поэтому во времена тотального дефицита она отправилась в Москву, отстояла дикую очередь в детском мире, достала для девочки коньки и отвела в секцию. Уже через неделю стало ясно, Екатерина рождена, чтобы кататься. Сверстники с трудом балансировали на коньках, а Кузьмина уже осваивала простые шаги. Впереди была блестящая карьера. Но история с большим спортом прервалась, не успев и начаться. Я когда вылезала из автобуса, я подскользнулась. И полетела вперед, нога у меня попала под автобус. А мужчина, который вышел раньше меня, решил мне помочь. Он рванул меня за руки на себя. И, в общем, результат у меня перелом в колене, в коленном суставе. Так что вся моя карьера фигуристки на этом закончилась. После этого было много неудач. Но самое серьезное произошло на вступительном экзамене в институт. Екатерина решила стать юристом и отправилась поступать в Москву. Семь лет отучившись в спецшколе на «Отлично», она была уверена, что без труда пройдет конкурс. Но вышло иначе. Меня близкие все успокаивали. Да ты что переживаешь, там штук блатных берут. Идею штурмовать московские вузы Екатерина бросила и выбрала институт в родном городе. Но и тут вышла неприятность. Специально для экзаменов мама мне купила праздничный костюм, чтобы девочка ее выглядела хорошо. И вот я направляюсь на экзамен, и вдруг какая-то машина на перекрестке с его размахами, на полной скорости, меня пролетает по луже. И вы представляете, я с ног до головы в грязи. К счастью, Екатерина попала на экзамен и прошла конкурс. Но это удача исключения исправил. За все пять лет девушка не пропустила ни одной лекции, не оставила ни одного хвоста. Вот только на защите диплома случилась неприятность. Отлично подготовленная студентка держалась уверенно. Но когда преподаватель задал провокационный вопрос, девушка начала спорить. Это была глупость с моей стороны. Вы знаете, на защите диплома я была как одержима, я не знаю. Обычные жизненные ситуации становятся для Кати настоящим испытанием. И это происходит чуть ли не каждый месяц. Я устроилась на работу, получила первую зарплату, решила отметить это событие с подругами в кафе. Подруги отлично провели время. Но когда Екатерина попросила счет, оказалось, что кошелек со всеми деньгами исчез. Его попросту украли. Надо ли говорить, что девушка оказалась в дурацком положении? Игорь Тальков всегда был скептиком. Тем не менее, когда он случайно оказался за одним столом с Павлом Глобой, то сам попросил астролога составить гороскоп. В этот момент к столу подошел Александр Панкратов-Черный. Павел посмотрел на даты их рождения и назвал один из самых неудачных дней для них обоих. 6 октября. Потом Глобу будут обвинять в том, что он проклял певца. Но это, конечно же, неправда. Талькову, несмотря на то, что я его видел один раз, я не только его никак не проклял, я даже ему и гибель этого такой не предсказывал. Я ему просто предупредил, что он был крайне осторожен до конца 91-го года, ибо его могут убить. Я сделал такую, знаете, достаточно осторожную формулировку. Это не было проклятия. Но он был не осторожен, его убили. Когда Глобу услышал по радио сообщение о гибели Талькова, астролог тут же вспомнил о том разговоре за столом и позвонил Панкратову-Черному. Каково же было его удивление, когда на том конце провода сказали, артист попал в автокатастрофу. К счастью, Александр выжил. Во все времена звездочеты были в ближайшем окружении сильных мира сего. Им доверяли государственные тайны, их уважали, превозносили, но если уничтожали, то с особой жестокостью. Личные астрологи выбирали самое лучшее время для коронации, военных действий, дипломатических переговоров. Астрологическая эстафета среди государственных лидеров не прекращалась никогда. В Третьем Рейхе Гитлер создал секретный отдел астрологов. Его возглавил некто Карл Крафт. Этот таинственный человек знал о фюрере даже больше, чем он сам. Дело в том, что Карл Крафт еще в 30-х годах он делал гороскоп Гитлера и предсказал ему по покушению, послал письмо за две недели до покушения. Самым сложным для Крафта стал прогноз на Вторую мировую войну. Когда работа с гороскопами была завершена, у него остался только один вопрос – как рассказать о ее результатах? Ведь для астрологов все уже было ясно, как день. Война будет проиграна в любом случае. Так говорили звезды. Тем не менее, Крафт нашел в себе силы сообщить Гитлеру и о предстоящем поражении, и о победе советских войск на Курской дуге. Диктатор был взбешен, звездочет тут же оказался в концлагере и был расстрелян. По другую сторону баррикад астрологию было принято считать мракобесием. Но есть мнение, что Иосиф Сталин скрывал дату своего рождения и делал это для того, чтобы никто не мог составить его точный гороскоп. А он родился не 21-го, 12-го. Он родился 12-го декабря 1978-го года. Он себе год сбросил. Дело в том, что это как бы тоже один из таких вот умных или хитрых ходов, когда политики скрывают дату своего рождения. Девушка оказалась в дурацком положении. Когда я получила права, родители подарили мне автомобиль. На новенькой восьмерке Екатерина не проехала и сотни метров. Автомобиль угнали в тот же вечер. А за последний год я побывала в трех авариях. Ну, там как бы с интервалом в два месяца. Екатерина села в маршрутку. За рулем оказался лихой водитель. Девушку спасло чудо. Через месяц троллейбус, в котором она ехала на работу, загорелся. Короткое замыкание. Затем попала в аварию, когда с другом ехала в гости. Это было зимой. Мы с другом ехали в автомобиле. Но был сильный гололед. Он не справился с управлением. И результат машины в кувет. У него перелом двух ног, обеих ног. А я, правда, оделась синяками. Но первая мысль, что делать, кому звонить. Предательство любимого человека стало последней каплей. Девушка опустила руки и перестала бороться. Она давно говорила себе, родилась под несчастливой звездой. Александр Зараев, пожалуй, самый известный российский астролог. Ему хватило одного взгляда, чтобы понять, так оно и есть. Смотрите далее. Вердикт астролога. Какие еще потрясения ждут Катю в будущем? Мистика в жизни Ирины Мирошниченко. 29 февраля, и там какие-то четыре креста. И чем живет астральный близнец российской дивы Аллы Пугачевой? Астролог Александр Зараев составляет натальную карту Екатерины. Это индивидуальный гороскоп, в котором учитывается не только дата и место, но и время рождения. По этой карте можно точно предсказать судьбу человека и узнать даты, отведенные звездами для самых страшных потрясений. Екатерина Кузьмина родилась в Новосибирске. 28 ноября 1974 года в 11 часов 25 минут. Дело в том, что она родилась как раз под влиянием пораженной планеты Сатурн. По ассаденту она Козерог, по Солнцу Стрелец. А Сатурн – это планета, которая указывает на время. То есть у нее проблема заложена с детства. Она не может распределить себя во времени. То есть она в этом смысле не вписывается просто в окружение и во время. У нее блокировано чувство ритма, чувство времени самого. Проще говоря, гороскоп Кати такой неудобный, что превратился для нее в сплошное мучение. Самые удачные периоды приходятся на так называемые ситуации. В общем, вы все знаете, каждый проходил, наверное, какую-то свою беду. К счастью, Ирина справилась. Она снова стала сниматься и гастролировать. Однажды на съемках она почему-то вспомнила о гороскопе. Возвращаюсь домой и начинаю разбирать ящик. Что вы думаете? Я открываю вот эту бумажку, нахожу ее, где написано, что 29 февраля и там какие-то четыре креста. Самый трудный, опасный день за весь год. Я его не прочитала до поездки на съемку. Ирина посчитала все это совпадением. Но то, что произошло через год, окончательно убедило ее, звезды никогда не врут. Тогда актриса должна была ехать с концертом в другой город. Ее маме было 88 лет, но несмотря на возраст, женщина чувствовала себя нормально. И Ирина за нее не волновалась. Актриса уже подъезжала к аэропорту, когда решила позвонить маме. Я ей звоню. И мамочка должна уезжать. Она говорит, ой, ну она всегда говорила, ой, зачем, не надо, лучше останься. Ну это как бы всегда, но мне надо было ехать. Надо работать, меня люди ждали, надо зарабатывать деньги, это нормально. Я говорю, а что? Да нет, 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 ничего. Звоню еще раз. Потом вдруг она мне говорит, что-то у меня голова кружится. Трудно описать состояние, в котором тогда была Ирина. Страшная дилемма. Не ехать на гастроли означало подвести продюсеров и тысячи зрителей. Но остаться равнодушной к тревожным словам матери она тоже не могла. Чуть ли не в панике актриса позвонила астрологу. Павел, помоги, я не знаю, что делать. Я лечу на гастроли, мама, то ли она хандрит, то ли она не хочет, чтобы я ехала, то ли действительно ей не хорошо, как ты думаешь, что? Он говорит, ни в коем случае, никуда. Ей действительно может быть просто беда. Ирина Петровна немедленно назад, немедленно. Я, знаете, как... у меня как холодной водой. Слова астролога оказались веским аргументом. Ирина тут же развернула такси и еще раз позвонила матери. Когда она услышала голос на том конце провода, то сразу поняла, нельзя терять ни секунды. И вдруг я уже слышу, она еле говорит. И говорит, я хочу спать, я хочу спать. Все, я уже понимаю, что что-то не то. Я параллельно по мобильному вызываю скорую. Скорая едет к ней, я еду к ней. И когда, поскольку пробки, и я еду, естественно, дольше, чем скорая, звоню туда по скорой. Почувствовала это. Мария Смирнова из Анапы может с полной уверенностью сказать, со мной этого никогда не случится. Не упадет кирпич, не рухнет самолет, не нападут в темном переулке. За последние семь лет Мария трижды была на волосок от гибели. И все три раза ее спасал счастливый случай. 8 августа 2000 года она должна была идти по переходу на Пушкинской. Но буквально за минуту до взрыва у нее зазвонил телефон. И женщина остановилась у спуска под землю. Так сложились обстоятельства, что я в тот момент не попала. Хотя у меня была цель именно посетить этот переход в тот именно день и в тот именно чат. Спустя два года произошел еще один странный случай. Мария купила билеты на Норд-Ост. Она должна была оказаться в зрительном зале именно в тот злосчастный день. Приобрела билет. И опять же произошел такой казус. В результате чего я просто не смогла. Утром я уже себя чувствовала неважно. На вечер мне совсем было плохо. И опять же вот так получилось, что я не попала в спектакль. Следующим летом Мария с дочерью отдыхала в Анапе у мамы. Она специально взяла отпуск, чтобы побыть с родителями. В этот день, когда все это произошло, мы были на пляже. Солнечно хорошая погода была. И вот летела тучка. Ветел задол такой не очень приятный. И вдруг сверкнула молния. Молния попала Марии в ногу. Ее дочь с ужасом смотрела, как огненный ствол прошел через тело матери. Я почувствовала удар, как будто дубинка мне стукнула, позатукнула. Состояние было мое очень неприятное. Боль в ушах звенит, голову так вот разбирают. Когда женщину привезли в больницу, врачи только пожали плечами. Мощный электрический разряд прошел через все тело и должен был стать смертельным. Но Мария отделалась просто ожогом. Кроме как чудом, это назвать нельзя. Все прояснил гороскоп Смирновой. Оказалось, что в момент ее рождения Скорпион находился в таком расположении, что оберегал ее от всех бед. В Индии астрология часть национальной культуры. А звездочет самый уважаемый человек в округе. Прежде чем сыграть свадьбу, родители жениха и невесты отправляются к астрологу, чтобы тот проверил совместимость гороскопов молодых. И если все в порядке, назначил точное время свадьбы. Церемония начнется именно тогда, когда скажет оракул. Это может быть самое невероятное время. Очень точно высчитывается, что свадьба должна начаться, например, в 3 часа 17 минут утра. Она так и начинается. Более того, никто не удивляется, не возмущается. Слушайте, не только сами жених и невеста, а люди. У нее программа негативная, заложенная в гороскопе. Она не сработает так жестко, как могла бы сработать в Москве. Екатерина выбрала второй вариант. Она заняла денег у брата, взяла отпуск в неподходящее время и на 2 недели отправилась в Париж. Как сложится ее жизнь дальше, покажет время. А пока она надеется закончить эту страшную цепь неудачи. Актриса Ирина Мирошниченко уверена, успехом на сцене и в жизни она обязана не только своему таланту, но и расположению звезд. Ирина всегда интересовалась непознанными. И когда у актрисы появилась возможность встретиться с астрологом Павлом Глобой, она буквально ухватилась за этот шанс. Всю неделю Ирина думала, о чем спросит известного звездочета. Ехать ли куда-то на гастроли, начинать какое-то дело, которое может быть потом провалится. Или скажем, ну как правило это все связано с какими-то поездками, с какими-то очень глобальными какими-то вещами, от которых зависит твоя судьба. В день встречи артистка разволновалась. А вдруг предсказания будут неприятными? Но астролог не сказал ничего страшного. Он составил для нее календарь и просто указал неблагоприятные даты, сказав, что в эти дни надо быть на чеку. Таких чисел было немного. На следующий день Ирину закрутили дела. Она положила листок с гороскопом в ящик письменного стола и забыла о нем. 29 февраля 2004 года вся Россия переживала за кинозвезду. Газеты смаковали детали новой сенсации. Ирина Миржинка попала в автокатастрофу. Короче, разбиваюсь я на машине, когда мы ехали на съемку 29 февраля. Весокосный год, естественно, 29 февраля. После этого масса проблем, болезни, очень трудные ситуации. В общем, вы все знаете, каждый проходил, наверное, какую-то свою беду. К счастью, Ирина справилась. Она снова стала сниматься и гастролировать. Однажды на съемках она почему-то вспомнила о гороскопе. Возвращаюсь домой и начинаю разбирать ящик. Что вы думаете? Я открываю вот эту бумажку, нахожу ее, где написано, что 29 февраля и там какие-то четыре креста. Самый трудный, опасный день за весь год. Я его не прочитала до поездки на съемку. Ирина посчитала все это совпадением. Но то, что произошло через год, окончательно убедила ее, звезды никогда не врут. Тогда актриса должна была ехать с концертом в другой город. Ее маме было 88. Я просто вот обуял. Позднее астролог скажет Ирине, она поступила правильно. По гороскопу этот день был для нее одним из самых неблагоприятных. И кто знает, что могло случиться, если бы актриса все-таки села в самолет. Она каким-то невероятным образом почувствовала это. Мария Смирнова из Анапы может с полной уверенностью сказать, со мной этого никогда не случится. Не упадет кирпич, не рухнет самолет, не нападут в темном переулке. За последние семь лет Мария трижды была на волосок от гибели. И все три раза ее спасал счастливый случай. 8 августа 2000 года она должна была идти по переходу на Пушкинской. Но буквально за минуту до взрыва у нее зазвонил телефон. И женщина остановилась у спуска под землю. Так сложились обстоятельства, что я в тот момент не попала. Хотя у меня была цель именно посетить этот переход в тот именно день и в тот именно чат. Спустя два года произошел еще один странный случай. Мария купила билеты на Норд-Ост. Она должна была оказаться в зрительном зале именно в тот злосчастный день. Приобрела билет. И опять же произошел такой казус. В результате чего я просто не смогла. Утром я уже себя чувствовала неважно. На встречу мне совсем было плохо. И опять же вот так получилось, что я не попала в спектакль. Следующим летом Мария с дочерью отдыхала в Анапе у мамы. Она специально взяла отпуск, чтобы побыть с родителями. В этот день, когда все это произошло, мы были на пляже. Солнечно хорошая погода была. И вот летела тучка. Ветел задол такой не очень приятный. И вдруг сверкнула молния. Молния попала Марии в ногу. Ее дочь с ужасом смотрела, как огненный ствол прошел через тело матери. Я почувствовала удар, как будто дубинка мне стукнула, позатукнула. Состояние было мое очень приятное. Боль в ушах звенит, голову так вот разбирает. Когда женщину привезли в больницу, врачи только пожали плечами. Мощный электрический разряд прошел через все тело и должен был стать смертельным. Но Мария отделалась просто ожогом. Кроме как чудом, это назвать нельзя. Все прояснил гороскоп Смирновой. Оказалось, что в момент ее рождения Скорпион находился в таком расположении, что оберегал ее от всех бед. В Индии астрология часть национальной культуры. А звездочет самый уважаемый человек в округе. Прежде чем сыграть свадьбу, родители жениха и невесты отправляются к астрологу, чтобы тот проверил совместимость гороскопов молодых. И если все в порядке, назначил точное время свадьбы. Церемония начнется именно тогда, когда скажет оракул. На пару часовых поясов. Либо на восток. Тоже сдвиг где-то на пару часовых поясов. На период от одной до двух недель. Период с 26 ноября по примерно начало декабря. То есть буквально на несколько дней, ну, на неделю максимум. То есть день рождения встретить в другом месте. И тогда у нее программа негативная, заложенная в гороскопе, она не сработает так жестко, как могла бы сработать в Москве. Екатерина выбрала второй вариант. Она заняла денег у брата, взяла отпуск в неподходящее время и на две недели отправилась в Париж. Как сложится ее жизнь дальше, покажет время. А пока она надеется закончить эту страшную цепь неудач. Актриса Ирина Мирошниченко уверена, успехом на сцене и в жизни она обязана не только своему таланту, но и расположению звезд. Ирина всегда интересовалась непознанным. И когда у актрисы появилась возможность встретиться с астрологом Павлом Глобой, она буквально ухватилась за этот шанс. Всю неделю Ирина думала, о чем спросит известного звездочета. Ехать ли куда-то на гастроли, начинать какое-то дело, которое, может быть, потом провалится. Или, скажем, ну, как правило, это все связано с какими-то поездками, с какими-то очень глобальными какими-то вещами, от которых зависит твоя судьба. В день встречи артистка разволновалась. А вдруг предсказания будут неприятными? Но астролог не сказал ничего страшного. Он составил для нее календарь и просто указал неблагоприятные даты, сказав, что в эти дни надо быть на чеку. Таких чисел было немного. На следующий день Ирину закрутили дела. Она положила листок с гороскопом в ящик письменного стола и забыла о нем. 29 февраля 2004 года вся Россия переживала за кинозвезду. Газеты смаковали детали новой сенсации. Ирина Миршинка попала в автокатастрофу. Короче, разбиваюсь я на машине, когда мы ехали на съемку, 29 февраля. Високосный год, естественно, 29 февраля. После этого масса проблем, болезни, очень трудные ситуации. В общем, вы все знаете, каждый проходил, наверное, какую-то свою беду. К счастью, Ирина справилась. Она снова стала сниматься и гастролировать. Однажды на съемках она почему-то вспомнила о гороскопе. Возвращаюсь домой и начинаю разбирать ящик. Что вы думаете? Я открываю вот эту бумажку, нахожу ее, где написано. Что-то на запад, на пару часовых поясов, либо на восток, тоже где-то на пару часовых поясов. На период от одной до двух недель. Период с 26 ноября по примерно начало декабря. То есть буквально на несколько дней, ну на неделю максимум. То есть день рождения встретить в другом месте. И тогда у нее программа негативная, заложенная в гороскопе, она не сработает так жестко, как могла бы сработать в Москве. Екатерина выбрала второй вариант. Она заняла денег у брата, взяла отпуск в неподходящее время и на две недели отправилась в Париж. Как сложится ее жизнь дальше, покажет время. А пока она надеется закончить эту страшную цепь неудач. Актриса Ирина Мирошниченко уверена, успехом на сцене и в жизни она обязана не только своему таланту, но и расположению звезд. Ирина всегда интересовалась непознанным. И когда у актрисы появилась возможность встретиться с астрологом Павлом Глобой, она буквально ухватилась за этот шанс. Всю неделю Ирина думала, о чем спросит известного звездочета. Ехать ли куда-то на гастроли, начинать какое-то дело, которое, может быть, потом провалится. Или, скажем, ну как правило, это все связано с какими-то поездками, с какими-то очень глобальными какими-то вещами, от которых зависит твоя судьба. В день встречи артистка разволновалась. А вдруг предсказания будут неприятными? Но астролог не сказал ничего страшного. Он составил для нее календарь и просто указал неблагоприятные даты, сказав, что в эти дни надо быть на чеку. Таких чисел было немного. На следующий день Ирину закрутили дела. Она положила листок с гороскопом в ящик письменного стола и забыла о нем. 29 февраля 2004 года вся Россия переживала за кинозвезду. Газеты смаковали детали новой сенсации. Ирина Миршинченко попала в автотатастрофу. Короче, разбиваюсь я на машине, когда мы ехали на съемку, 29 февраля. Високосный год, естественно, 29 февраля. После этого масса проблем, болезней, очень трудные ситуации. В общем, вы все знаете, каждый проходил, наверное, какую-то свою беду. К счастью, Ирина справилась. Она снова стала сниматься и гастролировать. Однажды на съемках она почему-то вспомнила о гороскопе. Возвращаюсь домой и начинаю разбирать ящик. Что вы думаете? Я открываю вот эту бумажку, нахожу ее. Продолжение следует...